Привет, друзья! Ну вот мы с Машей из Америки. Вы же смотрели наши ролики, теперь коллективным творчеством дописывали картину. И тут пока приедет завтра ко мне забирать её наш Петров, мой приятель такой олигархический. Ну за это время, я думаю, мы её и переделаем, и он её у нас и оставит. Ну ладно, как получится, но я не могу успокоиться, пока не будет шедевр, который мне нравится. Ну посмотрим завтра. А сейчас вот мы с Машей по её подсказке. Мы же коллективным творчеством делаем шедевры, мы же тренируемся потом, чтобы вот таким синергетическим диалогом решать глобальные проблемы человека и человечества. Ну вот смотрите, Машенька подсказала клавиши сделать белее. Потом она сказала, вы говорите пианист, а вы же раньше говорили о том, что это слепой музыкант. Вы же приводили пример, что он так играл, так играл, что кто-то в закрытом зале вдруг воскликнул, я вижу небо. Да-да-да, поэтому вопрос, оставим название пианист или напишем слепой музыкант, или пожалуйста добавляйте сейчас комментами, где чего ещё подправить. Мы сейчас с нашей Наташей Кузьминой по скайпу говорили, она ты что-то там ротик должен поправить. Я поправил немножко ротик, но цвет поменялся. Видите, один мазок и всё меняется. Поэтому давайте оставить так ротик или поменять ротик. Я же там сделал как у Джоконды, один уголочек вверх, другой вниз, чтобы была загадка какая-то. Ну так было. Ну Наташа мне сказала из Белоруссии там по скайпу, ну какой-то рот непонятный, какой-то как этот. Сделай, ну как-нибудь, по-другому. И я вот при ней тоже коллективное творчество, друзья, тренируемся. Потому что все люди разобщены, а мы ради человечности, для ради развития способностей людей общаться между собой, общаться, создавать произведения, шедевры, чтобы улучшать наше будущее. Для этого и существует наша школа «Человек будущего» – Homo Futurs. Поэтому давайте, давайте, друзья, пишите комменты. Всем буду отвечать. Видите, как мне сказали, микрофон поставь так. Я поставил, ну что, мне трудно что ли микрофон так поставить. Да. Слушайте. А я сейчас, смотрите, одну штуку скажу. Пошел на кухню себе синий чай заваривать. И в этот момент дернул там что-то со шкафа, и что-то упало. О, оказывается, упала моя любимая штучка, в которой вода отфильтрованная. О, Господи. И в этот момент я подумал, какое счастье, какой контент я сейчас сделаю, какая радость. Ну, раньше же говорили, когда чашка падает, на счастье. Народ-то это придумал. А я просто обнаучил тем, что если вы будете, когда подтягиваетесь, или когда, допустим, чашка упала, сказать себе, ай, как хорошо. Вы соединяете ранее несоединимое. И поэтому я себе сказал, какое счастье, такой контент сделаю. И вот видите, что сделал. Какой замечательный контент. И научаю кое-кому, кому-то это очень нужно, когда он падает, у него чашка или что, чтобы он не огорчался, а радовался. Чтобы мог переводить энергию стресса в новые достижения. Это же новая стратегия жизни, друзья. А раньше помните анекдот? Анекдот такой был прекрасный. Ой, детишки приходят из детского сада и начинают материться. Матерятся, матерятся. Родители бегут в детский сад. Что там такое? Заведующий говорит, что случилось? Они говорят, дети матерятся. Как это может быть? Да что? Может быть, у вас что-то тут матерится? Да что вы сказали, директор детского сада? Вот, например, вчера она приводит пример. У нас, говорит, рабочие работали. Один, говорит, рабочие. Сверху, с лестницы паяльную лампу уронил прямо на голову другого. А тот сказал, уважаемый Иван Сидорович, вы не правы. Вот видите как. Поэтому, когда чашка падает или случается что-то на голову, вам упала эта паяльная лампа или еще что-нибудь, вы скажите, какое счастье, какая радость, какой кайф, какое удовольствие. Соедините несоединимое на точке напряжения. Падает чашка, у вас напряжение. А вы сразу скажите вот это. И тогда, когда вы на точке напряжения соединяете вот эту настройку, у вас появляется новая стратегия к жизни. Друзья, видите, какой я довольный? Видите, какой я счастливый? А тут мне говорят, сбрейте к бороду, вы были молодой, вам она не идет. И скажите, сбрить или нет? Хотя уж я же говорил, допишу картину и сбрею. Так сбрить или не брить? Вот в чем вопрос.